ребята всем привет друзья нашего канала приветствую вас димас оператор антон тоже вам ручкой машет чуть-чуть слегон сухи сегодня будем солить рыбу красную речную форель q вот мы поймали любезно нам пригод предоставила речка магазин наш красная хорошая форель лосось мы не потянули он слишком дорогой для нашего канала 3 большая почти два килограмма получилось хорош форель прекрасный аромат речной у нее не морской никакой покажу вам рецепт свой как я солю очень давно таким способом граммовку вам не буду показывать потому что я солю себя на глазок так называемая но как бы рыба она всегда берет в себя то количество соли сахара и сопутствующих ингредиентов сколько надо мы будем солить время у нас примерно до 10 часов не больше потому что будет малосольный не копченый какой-то вот именно малосольный такой вот привкусу лосося принц форели данной ситуации у нас потому что все мы едим суши сырое мясо так что можете буквально час пройти маринад убрать и есть спокойно у вас будет прекрасная рыба со свежим вкусом так что начнем разделку нашей рыбки чистить я не буду ее я вытру немножко салфетками рекомендуется ее мыть но мы промыли все-таки она магазинная рекомендуется просто обтирать либо газетой либо полотенцем каким-нибудь вафельным ну либо салфетками и просто полотенцем бумажным от лишней влаги она нам не нужна как бы у рыбы и так достаточно если вы хотите разделывать на стейки там жарить можете легко и и чешуи почистить мы его не будем чистить потому что даже если мы варим суп придает тоже свой определенный вкус и цвет бульона удалим голову она не нужна мне к сожалению нет рыбного ножа с собой ну как бы мы справимся без него поджабры под первый подлавник просто наискосок мы удаляем голову в дальнейшем и плавники тоже далее мы уху сварим из нее можно здесь надрез сделать многие делают я просто разделаю беру под позвоночник ножик ставлю и веду по позвонку вы чувствуете хребет когда ведете конечно рыбным ножом удобнее это все разделывать он изгибается принимает форму для вас удобную вы как бы получается ладонью чувствуете нож и ножом сам хребет и ведете по нему аккуратно плавно срезая выводите на хвост и просто снимаете вот здесь смотрите прекрасное филе все срежется потом лишние ребрышки уберутся видите позвоночник получается почти идеально ровно мы идем по позвонку и с этой стороны тоже самое кладем на позвонок чуть-чуть приподнимаем наше брюшко и также аккуратно аккуратно ведем и идеально срезаем аккуратно доводим до хвоста поднимаем это же срезаем аккурат это же у нас вот получается смотрите замечательное филе надрезаем и просто аккуратно ведем и она у нас смотреть кожа легко снимается сам это легкий очень процесс самое сложное в рыбе это ее почистить от шеи из-за этого мы избежали этот момент вот срезаем ребрышки они нам тоже не нужны пойдут суп нашу уху здесь тоже снимаем рыба очень нежная потому что не мороженое никогда не покупайте красную рыбу мороженую она очень сильно теряет своем качестве вот брюшка тоже срезаем она нам пойдет суп засолки нам не нужно в принципе вот смотрите все у нас разделано и как бы еще сложный процесс один остается у нас это вот достать косточки вот эти здесь провести если пальцем здесь у каждой рыбы есть позвоночника есть как бы пинцет можно пинцетом это сделать либо просто аккуратно ножом с помощью пальца придерживая все это достаете аккуратненько если кто-то плохо видит очки оденьте и вот пальчиком проводите вот здесь и они чувствуются косточки никуда не уйдут лишние вот вот они чувствуются вот получается замечательно филе мы ее не чистили мы будем нарезать по коже как бы все равно чешуя нам как бы не попу не повредит и не будет мешать костей нету мясо идеально прекрасная форель вот переносим нашу гостроемкость второе филе часть филе таким же способом обрабатываем и укладываем нашу емкость будем потом солить друзья мои ну вот мы подготовили наше прекрасное филе вторую часть даже она красивее не кажется получилось так что приступим к нашему маринаду сейчас расскажу что я использую в принципе стандартные вещи везде мы будем использовать обычную соль сахар песок все обычное перец молотый и несколько гвоздичек добавим может она пикантность придаст апельсин и лимон также водка обычная водка петрушка либо укроп лучше базилик кинзу не добавлять они очень пряные петрушка свежесть дает укроп к рыбе вообще идеально подходит если вы смешали петрушку укроп будет вообще идеально вкусная штука на синий петрушка насыщенная очень летняя не такая насыщенная выкладываете прям вот рыбу в емкость чтобы она подходила идеально аккуратненько выкладывайте чтобы у вас все просолилось под пресс мы класть не будем ничего не будем делать солю я как и говорю и сахар добавляю все на глаз вот обильно солим посолили добавляем сахар все делают сахар и соль один двум наоборот две части сахара одну часть соли ну это принципе правильный маринад как 20 лет назад меня научили такого маринаду так я и делаю это классика такая обильно смотрите засыпаем не стесняемся все потом уберется чуть гвоздики добавим опять же перчик на любители кто хочет то нет можно немножко добавить зелени немножко взять сильно рубить ее не надо мелко она отдаст свою ароматику прекрасно засыпьте зеленью обалденный запах просто великолепный вот дольку лимона и дольку апельсина может с помощью вилки пользоваться сделать но мы по обычному способу с руки так вкуснее получается добавляем один из главных ингредиентов по как по мне водка либо коньяк как любят французы использовать коньяк на своей высокой кухне они добавляют коньяк мы как бы нас кухня тоже высокая но мы добавляем водку у вас бывает рыба приходит ну как сказать не слишком там свежие или она немножко где-то повалялась машине и мясо расслоилось и становится некрасивой при нарезке либо там чуть рыба перележала вот в этом случае не только в этом случае добавляется алкоголь и он как бы дает более структурированно держаться мясу она не распадается на волокна держит форму вам удобно будет нарезать она более плотная будет она и так будет плотная когда вы ее промаринуете вот но при этом если вы добавите алкашку у вас еще будет лучше рыба чувствовать себя и вам будет удобнее с ней работать нарезать будет красивые ломтики лосося прям не стесняетесь поливаете везде водку либо ну если вы предпочитаете коньяк где-то 50 миллилитров у нас уходит на все на всю рыбу как бы она рыба тоже возьмет сколько надо и водки она не будет чувствуется водка и как вот она чувствуется вот спирт в рыбе такого не будет рыба сама убьет это но при этом возьмет полезность спирта нашей водки так что вот смотрите мы замариновали наш прекрасный форель мы закрываем я не буду убирать холодильник у нас поставлю что про просто прохладное место на террасочку все это будет стоять у нас ну на данном нашем ситуации 8 часов достаточно два-три часа можно все смело убирать и пробовать у нас прошло большое количество времени уже восемь несколько часов телефон где-то там валяется наша рыбка она я думаю уже подошла хорошо наша форелька сейчас мы вскроем посмотрим прекрасный аромат она достаточно тверденькой стал уже достаем пробуем сколько воды стал он там и было нормальные водки сока устало еще больше у нас лишние вот смотрите соль тут сахар вот наш маринад вот мы вас не просто вот смываем вот этим рассолом образу который у нас образовался ничем больше не надо смывать можно салфеточка промокнуть как кому нравится вот мы немножко смыли вот рассол стекает и мы немножко вот сейчас вытрем салфеточкой сверху нашу рыбу аккуратно нарезаем 1 мы срезаем просто кусочек вот остальные аккуратно так нарезаем прекрасная рыбка получается я думаю она просолилась и очень вкусная хороший цвет вот нарежем хлебушек несколько кусочек чуть маслицем смажем вот и красную рыбку наши тоже выложим граммущики очень нежная да действительно я бы еще подержал еще пять часов точно должна постоять чтобы еще промариновалась хорошо вот и было более насыщенная более просто просолилась и промариновалась вот естественно как бы красной рыбе 50 грамм это святое вас здоровье совсем другое дело чувствуется более маринал маринованное это классика очень вкусно белый хлеб сливочное масло и свежемаринованная рыбка рецепт видели все ингредиенты видели пробуйте готовьте ребята это бомба реально вкусно покупайте свежую рыбу она получается дешевле чем соленая покупаете свежую солите горбушу неважно всем приятного аппетита здоровья был димас с вами оператор антон все подписывайтесь наш канал обязательно ставьте лайки можете без дизлайки комментарии пишите все ответим пока пока